Наш сегодняшний выпуск посвящен актуальной информации, связанной с распространением коронавируса в Чехии. Какие меры принимает правительство страны, как это отражается на жителях Чехии и на иностранцах. На сегодняшний день на территории Чехии зарегистрировано 631 случай заражения коронавирусом. 5 человек находятся в тяжелом состоянии в больнице, остальные на обычном лечении и нет никаких смертей. Правительство Чехии принимает очень много решительных мер. Начиная с 11 марта во всех учебных заведениях, в средних школах, высших учебных заведениях введен карантин. Начиная с 12 марта в Чехии объявлено чрезвычайное положение и с 14 марта закрыты все магазины, за исключением продуктовых магазинов. Открыты только аптеки, продуктовые магазины и хозяйственные магазины. Все остальные закрыты. Закрыты также рестораны, музеи, спортивные все площадки и тренажерные залы. Никакой паники в стране нет. То есть в магазинах все продукты есть, нет пустых полок, как показывают в некоторых репортажах. Впрочем, вы это увидите в нашем видео. Общественный транспорт функционирует, то есть ездит и метро, и автобусы, и трамваи. Но там тоже ко всем существуют рекомендации. Обязательно нужно перемещаться в масках и соблюдать расстояние не менее двух метров между друг другом. Какие меры накладывает чрезвычайное положение? Граждане страны имеют право выходить из дома только в каких-то строго необходимых случаях. То есть или по дороге на работу, или с работы, или для того, чтобы купить продукты или сходить в аптеку. Также они имеют право ходить гулять в парк или в лес, но всем рекомендуется соблюдать расстояние между друг другом хотя бы два метра. Город, конечно, опустел, потому что нет туристов и граждане страны стараются находиться дома, поскольку придерживаются тех правил, которые выдвинуло правительство и проявляют гражданскую ответственность. Начиная с 16 марта на территорию Чехии могут въехать или граждане страны, или иностранцы, у которых есть постоянное место проживания или вид на жительство на период не менее 90 дней. Правительство старается принять все меры, чтобы не возникла в стране паника. Были заказаны дополнительные тесты из Китая, чтобы протестировать. Они прибыли вчера, 150 тысяч тестов, которые определяют моментально наличие коронавируса. Также заказано 30 миллионов масок и респираторов. Они должны приехать в Чехию в воскресенье. Все эти меры нацелены на то, чтобы снизить распространение коронавируса и в какие-то ближайшие сроки нормализовать жизнь в стране. И интересный факт. В одной из частных лабораторий работает доктор Чешский, которая изобрела тест, позволяющий тоже моментально определять наличие коронавируса у пациента. Пока чешские власти еще не договорились с ней, но известно, что и американцы, и некоторые европейские страны хотят заказать этот тест непосредственно у врача. В связи с чрезвычайным положением также был приостановлен прием заявлений в консульствах Чехии во всех странах. Поэтому необходимо будет подождать, набраться терпения. Но мы надеемся, что в скором времени ситуация нормализуется и начнут опять принимать документы. Для тех, кто уже подал документы на рассмотрение, вы можете не волноваться. Это будет просто дольше по срокам, но тем не менее, ваше дело рассмотрят и примут решение по визе. Мы будем держать вас в курсе, сообщать всю актуальную информацию, а также приглашаем всех посмотреть наш вебинар, который состоится 27 марта в 17.00 по пражскому времени. Там мы расскажем об актуальной информации, а также разберем подробно все, что связано с выдачей виз и консульскими отделами Чехии. На этом все. Будьте здоровы. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»